Добрый день! Сегодня на православном портале «Экзегет» мы отвечаем на вопросы наших зрителей, посвященных трудным для понимания местам Священного Писания. И вот одним из таких вопросов является присланный нам вопрос с цитатой из 2-го послания Коринфянам святого апостола Павла, глава 12 стих 7, где апостол Павел говорит, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». «Что такое жало в плоть?» – спрашивает читатель. – «Это болезнь или некая страсть?» Ну, для начала скажем непосредственно о святом апостоле Павле и о том, как принято понимать эти его слова о жале в плоти ангеле сатаны, который удручал его, чтобы он не превозносился. Ну, вот святитель Иоанн Златоуст понимает эти слова именно в том значении, в том смысле, что святой апостол Павел страдал тяжелой болезнью глаз, которая была ему попущена. Упоминание об этом есть и, собственно, у самого апостола Павла. Известно, что он пользовался врачебной помощью апостола-евангелиста Луки, который был, как мы знаем, врачом по своей земной профессии, по своей такой земной деятельности. И он пытался облегчать страдания святого апостола Павла, так что святой апостол даже называет его своим возлюбленным врачом. И, ну, надо сказать, что вообще эта болезнь глаз, она очень характерна для жителей Иерусалима и вообще вот этой части святой земли, Палестины, где прошла, ну, вот так, значительная, что ли, значительный отрезок жизни святого апостола Павлы. Причины ее, по всей вероятности, именно вот в особенностях климата. С одной стороны, этот климат очень сухой. С другой стороны, там очень часто веют такие ветра из пустыни, которые называются хамсины. Ну, такое их название объясняют, так сказать, хамишин через слово хамишин еврейское, 50, потому что, ну, по одному из объяснений, такие ветра дуют 50 дней в году, а по-другим, что в жаркие дни, когда веют эти самые хамсины, суховеют, то их температура может достигать в эти дни 50 градусов. Ну, уж не знаю, насколько историчным является это объяснение, тем не менее, сейчас очень часто им пользуются жители Израиля. Вот. И вот эти ветра, особенно в том случае, если они веют из пустыни, из пустыни Негиев, из Аравии, они несут с собой просто огромное скопление мелкой такой взвеси песчаной пыли. Так что буквально вся округа, она как бы оказывается покрыта такой желтоватой серой пеленой, как таким густым туманом, через который даже довольно трудно бывает что-то различить. Вот эти хамсины как раз-таки очень часто являются причиной глазных заболеваний жителей Иерусалима и окрестностей. Так что в XIX веке даже был издан труд императорским палестинским обществом, одного из православных врачей, посвященный как раз-таки глазным заболеваниям в Иерусалиме. Это такая вот историческая деталь, очень достоверная, которая сопровождала собой жизнь в этом регионе и в древности, во времена апостола Павла, и вплоть до нашего времени. То есть глазные клиники в Иерусалиме до сих пор очень такое место востребованы, хотя сейчас, конечно, уже намного больше средств защитить себя. Но тем не менее еще в XIX веке очень распространены были хронические конъюнктивиты, постоянные такие вот воспаления глаз, краснота, они все время вот как-то вот от этого такого механического раздражения воспалялись. И, в общем-то, глазными болезнями страдали очень многие из тех, кто провел там достаточное время, в том числе апостол Павел. Вдобавок, кроме этого, как мы знаем, он был, в общем-то, книжником, он был человеком, глубоко изучавшим Писание. И это, в общем-то, опять же, не способствовало улучшению его зрения. И в то же время, конечно, такая болезнь, она очень ему препятствовала и очень мешала ему. И, безусловно, являлась таким очень смиряющим началом. То есть, это болезнь, которая мешала ему обратиться к чтению Священного Писания, которое он очень любил, в котором постоянно нуждался, в котором находил такое свое утешение. Это болезнь, которая всячески препятствовала ему в его путешествиях, в странствиях, в том именно образе жизни, который он увел. И действительно являлась таким смирительным началом и таким жалом в плоть, которое было ему дано. То есть, это была такая телесная немощь, которая ограничила его возможности, в том числе и, в общем-то, его такую деятельность, как знатока Священного Писания и как апостола, как проповедника, который должен был, в общем, готов переносить тяжести путешествий, и в которых, конечно, заболевания глаз создавали очень большие, вероятно, сложности. То, что он называет его ангелом сатаны, то дело в том, что вообще, надо сказать, вот эти ветра, пустынные суховеи, вообще в еврейской традиции очень часто отождествлялись с ангелом сатаны. И вообще вот этого демона пустыни даже называли Азазелем еврейской традиции. Это имя даже сохраняется в Священописании. Если вы думали, что Азазеля придумал Булгаков или Фондорин, так сказать, в творчестве Акунина, то вы, в общем, конечно, глубоко заблуждались. Азазель — это очень древнее такое имя, встречается еще и в апокрифе Еноха небезызвестном, и встречается в том числе даже и в Пятикнижии, где в еврейском тексте, кстати говоря, посвященном обрядам с козлом отпущения, говорится, ну, в нашем русском переводе говорится, что этого козла надо отвезти в пустыню, а в еврейском тексте говорится, что его нужно отдать Азазелю, что восприятие евреев было одним и тем же. Пустыня — это место, так сказать, где царствует злобный, противный богу дух Азазель, который вот как раз-таки является источником вот этих самых столь беспокоящих, жарких, песчаных ветров, которые дуют из пустыни, приносят столько неприятностей, столько скорбей жителям Святой Земли. Поэтому неудивительно, что апостол Павел сравнивает его с ангелом Сатаны, ну, по крайней мере, если наше такое прочтение этого места верно, вот это сравнение духа, вот этого ветра из пустыни с ангелом Сатаны и, так сказать, тем действием, которое оно приносит, весьма традиционно именно для вот мировосприятия, для мышления древних евреев того времени. С другой стороны, конечно, если мы будем понимать эти слова более как-то расширительно и вот рассматривать эту ситуацию применительно вообще, так сказать, к любому православному христианину, то этим жалом в плоть, ангелом Сатаны, который попускается Богу удручать человека, чтобы он не превозносился какими-то своими дарованиями, откровениями, какими-то своими успехами в вере, очень часто являются как и болезни, которые приводят человека к смирению, так и, в общем-то, какие-то страсти. Более того, человеку очень часто неполезно прийти в состояние бесстрастия, прежде чем он не приобрел необходимого смирения. Об этом свидетельствует, например, опыт жизни такого египетского подвижника, преподобного Авы Иоанна Колова. Этот подвижник еще в юности обратил все молитвенные усилия своей души для того, чтобы спросить у Бога себе бесстрастие. И, наконец, спустя какое-то время, посвященное такой вот напряженной молитве, он получил просимое. Он почувствовал, что в душе его не осталось никакого действия страстей, которые он мог бы заметить и ощутить. Он пошел к своему духовному наставнику с этой такой обрадовавшей его вестью о той тишине, которая возвеяла в его душе. Но чему его наставник совершенно не обрадовался? Наоборот, он подверг своего ученика упреком и заключил их такими словами. «Пойди и молись Богу, чтобы Господь вернул тебе твои страсти, а вместе с ними и то смирение, в котором находилась твоя душа, и в которой они ее приводили». И сам Иоанн Колов впоследствии, вот вспоминая этот свой опыт, говорил о том, что если увидишь молодого монаха, восходящего на небо, схвати его за пятку и опусти вниз на землю. Такое вот у него было извлечение. А также, в общем-то, и очень известное было такое извлечение, которое содержится и в лестнице, и которое говорит о том, что лучше бороться с нечистотой, чем с возношением. Лучше человеку пребывать в борьбе с какими-то плотскими страстями, которые Иоанн Лесточник и другие отцы называют нечистотой, чем подвергаться тяжелейшей брани с духом гордыни и духом тщеславия, против которых зачастую подвижник совершенно еще не имеет ни навыков, ни умений, ни сил, которые даются ему только смирением. А смирение как раз-таки зачастую рождается в душе у человека из многочисленного опыта осознания им своей немощи, своего падения, своего ничтожества, недостоинства перед Богом, которые с таким удобством приводят душу человека, вот те самые страсти, которые, оказывается, тоже бывают нужны человеку, и вот этот ангел сатаны и жало вплоть могут принести и сослужить как раз-таки ту службу, на которую, может быть, сам дух зла и не рассчитывал. В том случае, если человек не поведется на его посулы земных сладостей и радостей, но воспримет эти нападения как повод для того, чтобы смиряться перед Богом и укорять себя в своей немощи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok